На встрече обсудили план мероприятий на ближайшие два месяца. Впереди немало праздников, которые в Сочи обычно отмечают все вместе, при активном участии национальных общин. Это и Пасха, и Уроза-Байрам, и майские мероприятия. При этом, как отметили на заседании, важно всем вместе сохранять и общественный порядок. Большие мероприятия просветились к патриотическому характеру. Первомайские мероприятия, 9 мая, бессмертный пол, который объединит все общественные организации, всех людей нашего города. Те профилактические мероприятия, которые мы выполняем, максимально вовлекаем молодежь. Мы с силовым блоком проговорили и педагогическим составом школ, средних, высших учебных заведений, о том, чтобы патрулировав улицы, смотрели, где что происходит. Как говорят руководители национальных общин, они понимают важность таких мер. Работа по укреплению и наведению порядка остается, естественно, за общественными организациями. И Союз Армян России и города Сочи придает этому большое значение и будет выполнять те условия, которые выдвинуты правоохранительными органами. В Сочи постоянно ведется этносоциальный мониторинг. Проводится патрулирование улиц, обход многоквартирных домов и для обеспечения безопасности на курорте, и в том числе для контроля потоков трудовой миграции. Как правило, это представители различных бывших республик, входящих в состав Советского Союза ранее, которые получают либо патенты, либо пытаются работать в различных сферах деятельности города Сочи, не имея на то соответствующих разрешений. Поэтому мы тоже будем оказывать содействие сотрудникам полиции по выявлению таких людей, ну и в целом по профилактике данной работы. В мае начинается и летний курортный сезон. Потому для поддержания порядка в условиях массового заезда гостей такой работе уделяется особое внимание.